Жилые комплексы квартиры, в которых будут гораздо дешевле, чем в среднем на рынке, вскоре могут появиться в пойме рек Павловка и Плетенка и рядом с поселком Ворские. О своем участии в нацпроекте «Жилье для российских семей» заявили 36 регионов, среди которых и Рязанская область. Сейчас идет рассмотрение заявок о перспективах и проекте в сюжете Елены Макаровой. Квадратных метров много не бывает, но даже на небольшую квартиру набрать необходимую сумму крайне трудно. В областном центре цена квадратного метра на вторичном рынке около 45 тысяч рублей, в новом фонде от 40. Особенно остро жилищный вопрос встает перед молодыми и многодетными семьями. Федеральная программа «Доступное жилье семьям России» призвана решить проблему. Речь идет о квартирах, допустим, однокомнатная квартира, там 36-40 метров, двухкомнатная 56-60 и так далее. То есть это небольшие квартиры, улучшенные планировки. Ограниченная стоимость метра квадратного – это или 30 тысяч, или 80% от ограниченной цены. Отличительной особенностью программы является отказ от привлечения федеральных бюджетных средств. Главными источниками финансирования должны стать деньги застройщиков, покупателей жилья эконом-класса, а также механизмы ипотеки и материнского капитала. Государство возьмет на себя обязательства по созданию инженерной инфраструктуры и подключению коммуникаций. Чтобы попасть в федеральную программу, региону необходимо преодолеть своеобразный конкурс. Из 40 областей выберут 16. По проекту, разработанному в Рязанском министерстве строительного комплекса и поданному, кстати, в числе первых, предусмотрено создание двух районов. Первый проект мы предлагаем совместно с фондом содействия реформирования ЖКХ. Это поселок Ворские, это 7 километров от города Рязани. Достаточно привлекательное место. Там можно построить жилье эконом-класса как индивидуального типа, так и многоквартирные, малоэтажные жилы, дома. Второй площадкой выбран участок на Московском шоссе в пойме реки Павловка. Программа предполагает наличие развитой инфраструктуры у каждого жилищного комплекса. Право на покупку такого жилья получат многодетные и молодые семьи, бюджетники и ветераны боевых действий. Часть недвижимости государство планирует выкупить для переселения граждан из аварийного и ветхого фонда. Если регион войдет в программу в числе первых, доступные квадратные метры начнут возводить уже в конце этого года. Елена Макарова, Евгений Леонов, Вести Рязань.